В Видном открылась школа бадминтона. Идея ее создания принадлежит члену общественной палаты Ленинского района и кандидату в мастера спорта по бадминтону Дмитрию Гашеву. Он уже давно способствует развитию этого вида спорта в нашем муниципалитете. Существуют секции в развилке и совхозе имени Ленина. А теперь организаторы договорились о проведении занятий в спортивном зале второй школы города Видное. Мы всячески пытаемся популяризировать в Видном этот спорт, потому что сами хотим прежде всего поделиться своим опытом, мастерством с детьми и вырастить новое поколение чемпионов. У нас и группа есть в соцсетях. Я думаю, это самый сейчас оптимальный метод найти контакты. В социальных сетях группа называется «Бадминтонный клуб Видное», где можно связаться с тренером Сергеем Яковлевым. За несколько лет нашей работы совместно с детьми я довел 8 спортсменов до мастеров спорта, чемпиона Украины. Я сам в Донецке жил. После того, как события случились, мне пришлось покинуть свой город и переехать в город Видное. Это было в 2014 году. И я сразу же начал искать возможность для того, чтобы организовать новую детскую группу. Чтобы подогреть интерес зрителей, организаторы пригласили заслуженных спортсменов и провели товарищеский матч. Нужно развивать спорт. Это сейчас и всегда, я считаю, спорт это было хорошо. Это все, что приветствовалось. И приехал помочь и сыграть показательную встречу для местных школьников. Показательный матч с участием именитых бадминтонистов никого не оставил равнодушным. Несмотря на товарищеский характер игры, зрители стали свидетелями захватывающего поединка. И, несомненно, желающих заниматься этим видом спорта стало еще больше. Внучка очень давно хочет. И вот сегодня узнали, что в Видном, а мы живем здесь. И поэтому вот решили посмотреть. Ну, мероприятие шикарное. Ребята, конечно, играют великолепно. Ну вот, хотим попробовать походить. Бадминтон – игровой бесконтактный вид спорта, который сочетает в себе развитие ловкости, выносливости и скорости реакции. Особенную пользу бадминтон несет глазодвигательным мышцам за счет того, что в процессе игры необходимо постоянно следить за валаном, который то приближается, то отдаляется. Среди тех, кто также участвовал в показательном занятии – Петр Третьяков. Он играет под руководством Сергея Яковлева уже четвертый год. У него тренировки начинаются с разминки, потом мы делаем всякие упражнения, а в конце играем. Были здесь и те, кто только начинает свой путь в бадминтоне, как, например, Оля Соловьева. На занятия она пришла с родителями. Начали заниматься бадминтоном. Очень интересно. Игра такая активная, подвижная, очень полезная ребенку для физического развития, активности. А нам смотреть очень интересно. Записаться в школу бадминтона можно по вторникам, четвергам и субботам с 18 до 21 часа по адресу Школьная, дом 40. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok